СПОНСОР ПРОГРАММЫ КРЕДИТНО-ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ 8 800 5 977 Здравствуйте! В эфире программа «Город действующие лица». Меня зовут Алексей Шлепов. Сегодня мы с вами будем говорить о трудовых взаимоотношениях, об изменениях в трудовом законодательстве. Нам кажется, что подавляющее большинство зрителей нашей программы так или иначе состоит в трудовых отношениях. Как они изменились, мы сегодня и будем выяснять. А гость нашей сегодняшней программы, заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Краснодарском крае Сергей Стопцов. Здравствуйте, Сергей Александрович. Здравствуйте. Сейчас мы поговорим об изменениях. Но вот эта ситуация, когда законодательство, когда нормативные акты меняются, насколько это неординарная ситуация? Или, скажем так, такие перманентные изменения в той или иной части, в данном случае, трудового законодательства, они происходят, если не каждый месяц, то каждый год точно? Ну, трудовое законодательство, как и любое другое, оно подстраивается на следующее время. То есть, собственно говоря, в связи с этим периодически какие-то изменения вносятся. Это процесс перманентный, и это бывает, но если не каждый год, а через определенное время однозначно. Но сейчас мы их будем обсуждать, вот, по крайней мере, то, что я видел в открытых источниках, то, что я видел в том же интернете, да, или в средствах массовой информации, в том числе и федеральных, ну, какой-то такой прямо революции не произошло. То есть, это такие, ну, скажем так, действительно подстройка, что ли, организма, или что-то кардинально поменялось? Да нет, кардинально вряд ли, но подстройка под настоящую действительность, под те реалии, которые есть сейчас, в том числе и в бизнесе, когда-то дело законодательства потихоньку подстраиваются. То есть, трудовой кодекс точно так же. Было ли, ну, я понимаю, да, что подобные изменения, они требуют перенастройку, ну, что называется, всего организма, да, здесь должен знать и бизнес, здесь должны быть, здесь должны знать и работодатели, и работники. Ну, я так думаю, что вот то, что касается работников, наверное, в большей степени, вот такие программы, как наши сегодня, она должна их настроить. Готова ли инспекция, готова ли проверяющие органы, готова ли, я не знаю, была ли разъяснительная работа с теми же самыми работодателями, в том, что да, законодательство меняется, да, нужно перестраиваться. Было ли время на то, чтобы эти изменения к ним привыкнуть? Ну, часть изменений, на самом деле, мы, как федеральная инспекция труда, их начали отрабатывать. Еще в прошлом году, то есть, в таком, скажем, добровольном порядке, все инспекции по некоторым изменениям начали уже работать с прошлого года, как минимум, с лета. То есть, ряд вопросов однозначно мы их прокручивали. То есть, уже готовить, да? Да, подготавливали у себя базу, все для того, чтобы уже с нового года начинать работать в существующих реалиях. Хорошо, давайте тогда разбираться. Ну, опять же, я смотрел там список достаточно длинный, и с одной стороны, с другой стороны, есть какие-то документы, которые, ну, так, в повседневной жизни, там, касаются какой-то определенной части работников. Там, те же самые справки, связанные с НДФЛ, там, два НДФЛ, три, четыре. Я даже цифр-то таких не слышал. Это для специалистов. То, что касается, ну, по крайней мере, большей части населения. Заработная оплата. Об этом очень много говорилось в последнее время. МРОД увеличили, по крайней мере, стараются увеличить его и связать прожиточный минимум. Это уже вступило в силу, и как это должно меняться? Можем табличку, кстати, посмотреть. Сейчас попросим режиссеров. Там определенная динамика за последние годы. Что с МРОДом происходит? МРОД постепенно растет. У нас в Трудовом кодексе изначально, когда его принимали, было прописано, что минимальный размер оплаты труда должен быть приравнен к прожиточному минимуму трудоспособного человека. Соответственно, сразу, насколько я так понимаю, это сделать было невозможно. В настоящее время, постепенно поднимая минимальный размер оплаты труда, законодатели к этому минимуму подходят. На сегодняшний день, с 1 января этого года, у нас, получается, до 80% от прожиточного минимума поднялся минимальный размер оплаты труда. Ну, 9489 рублей. Ну, да, почти что 9,5 тысяч. Но, на самом деле, у нас в Краснодарском крае действует региональное соглашение. Собственно, минимальный размер оплаты труда, он повыше, чем даже тот же МРОД. То есть, повыше стал. То есть, на сегодня у нас там порядка 11 тысяч рублей. То есть, это уже существует? На региональном уровне, да. На региональном, да. То есть, на федеральном еще пока нет, но на региональном всех работников касается, за исключением бюджетников. Как раз, вот минимальный размер оплаты труда, это вот к бюджетным организациям будет иметь прямое отношение. То есть, для них это вот жизненно важно и необходимо. А вот то, что были разговоры о том, что вот там президент попросил изыскать определенные резервы и сделать либо еще одну индексацию, то есть, не тянуть там до 2019-2020 года с уравниванием, чтобы выйти на 100% МРОД и прожиточный минимум, а сделать это пораньше, это вот тоже касается того, о чем мы с вами сейчас говорим. Да, непосредственно этого касается. Единственное, пока сейчас законодатели, насколько я понимаю, изыскают возможность... То есть, они его услышать-то услышали, а сделать еще не сделали, да? Пока нет, но, насколько я знаю, в процессе сейчас. Ну, правильно, ну, когда уже услышали президента, кто же у нас в стране отказывается. А вот то, что вы говорите, ситуация, связанная с тем, что в Краснодарском крае это не 9489 рублей сейчас, а паре там подходит к 11 тысячам рублям. Это уникальная ситуация для Краснодарского края, или подобные соглашения, допустим, могут существовать и в других субъектах Российской Федерации, и там тоже вот эта вот разница несколько существует. Нет, это не уникальная ситуация, потому что в 2006 году изменение в Трудовой кодекс насилия, как раз вот по этому вопросу было добавлено статья в трудовое законодательство, разрешалось региональным властям минимальный размер оплаты труда поднимать на региональном уровне, ну, при определенных условиях и в определенном порядке. То есть, в уведомительном порядке все работодатели извещались о том, что соглашение подписывается трехстороннее. Это соглашение опубликовалось. Если в течение месяца работодатели письменно не отказывались, считалось, что они к нему присоединились. А, то есть, получается, вы говорите трехстороннее соглашение, то есть, это местная власть, ну, я имею в виду там субъекта Российской Федерации власти, инспекция в данном случае? Нет, получается, администрация Краснодарского края, союз работодателей и профсоюз. А, вот так вот. Все. Тогда следующий момент. Вот, опять же, увеличение МРОД, и там официальные цифры, там порядка 80% от минимального размера, от прожиточного минимума, вот МРОД влияет еще на различные выплаты, на штрафы и так далее, и тому подобное. То есть, можно говорить о том, что с 1 января 2018 года увеличились и определенные штрафы, и определенные выплаты. То есть, пособия различного рода, выплаты единовременные, ежемесячные, штрафные санкции, те, которые привязаны к минимальным размерам платформы. Как для физических, так и для юридических лиц. Все выросло, да. Просто, допустим, те же штрафы, они в основной своей массе фиксированы сейчас в административном курсе. Особенно, если брать дорожные, да, здесь я понимаю. Четко. Там, где они привязаны к минималке, там, да, там, как бы, все это поднялось. То есть, если вдруг кто-то из, там, людей, проштрафившихся, там, будет расплачиваться по старому мроту, будут ли какие-то штрафные санкции, или это сделать невозможно, потому что, ну, в любом случае, когда штраф выписывается, его уже высчитывается. Он фиксированный уже, он уже фиксированный. То есть, если административное изыскание, допустим, было до введения в силу, для вступления в силу указанных изменений, соответственно, закон обратной силы не имеет, в данном случае будет по старым цифрам платить. Хорошо, тогда перейдем к следующему, к следующему изменению. Специальная оценка условий труда. Об этом, в том числе и с вашими коллегами, мы говорили, ну, последние, я так думаю, лет пять так точно, о том, что эта работа должна проводиться. Сначала, по-моему, было в добровольном порядке, потом составлялись графики определенные, и теперь в 18-м году, до конца 18-го года эта работа полностью должна быть закончена. Ну, законодательно закреплено так, что до 31 декабря 18-го года специальная оценка условий труда должна быть проведена на всех рабочих местах, без исключения. Просто почему именно этот срок? Потому что пятилетний период выделен с 1 января 2014 года. Как раз к концу этого периода закончится аттестация рабочих мест, ранее действовавшая. То есть подразумевается, что все работодатели должны... А делать они это должны были по мере окончания у них аттестации? Да, должны проводить спецоценку. А дальше, вот сейчас спецоценку проведут. Это на какой-то период, как с аттестацией было, и дальше нужно будет это как-то лонгировать, да, или там проводить заново? Там есть несколько разных вариантов. Если спецоценка проведена и вредные условия труда, на пять лет карты действуют. Точно так же, через пять лет вновь проводится. Если спецоценка проведена, вредных условий труда нет, и рабочие места ни в каких списках не попадают, ни пенсионные льготные, ни вредники различные, то эти рабочие места декларируются. Если на них больше ничего не меняется в дальнейшем, там спецоценка не проводится. То есть тут вот категория... То есть это получается послабление в какой-то степени? Да, да. В данном случае... Лишние бумажки убираются. Ну, бумажки, не бумажки, но процентов 40-50 рабочих мест из-под спецоценки просто будет выведено. То есть не будет подлежать спецоценке в дальнейшем. Дальше есть изменения. Они такие более масштабные. Если позволите, мы, наверное, поговорим, чтобы не прерываться уже там начатую тему, поговорим уже после рекламы, которую посмотрим прямо сейчас. Реклама на нашем канале. Мы продолжаем нашу программу. Еще раз хочу вам напомнить, мы сегодня говорим об изменениях в трудовом законодательстве, которые вступают в силу или уже вступили в этом году. Вот первую часть нашей программы мы заканчивали на специальной оценке условий труда. И мне кажется, следующий вопрос привязан именно к этому. С 2018 года трудовые инспекции начинают проходить или приходить на проверки с определенными листами и опросниками. Что это такое? Ну, не на все проверки. Это будут плановые проверки. У нас есть и внеплановые, и есть плановые. Это вот то, что касается плановых. Листы и опросники, так называемые, это проверочные листы, по которым... Они стандартные, разработанные там? Они стандартные, там определенная перечень вопросов, которые расширенному толкованию не подлежит. То есть инспектор, приходя на проверку, вот с 1 января 2018 года по предприятиям с умеренными рисками... Ну, давайте сейчас посмотрим. У нас, кстати, есть тоже табличка, да, в которой разбито, как определять, к какой категории относятся предприятия, предприятия, вот там коэффициенты. Ну, и дальше уже график, это плановых проверок будет. Следующая табличка. То есть получается, что и работодатель, вернее, и предприятие, и инспектор, они работают, что называется, по одной методике. То есть, и, допустим, готовясь к проверке, работодатель по этим же листам опросникам, он готовит предприятие к проверке. Да, он может посмотреть, какие конкретно вопросы инспектор будет ему задавать, какие документы будут смотреть именно в ходе плановой проверки. Ну, соответственно, инспектор, придя на проверку, он проверит, допустим, оборудование, рабочие места, документацию. То есть у него есть алгоритм? По этому алгоритму заполнит проверочные листы, один экземпляр оставит у работодателя, в акте сделает отметки, если есть какие-то там... Нарушения. Ну, нарушения. Замечания. Больше, наверное, замечания. Ведь здесь вопрос в том, что проверочные листы, они уменьшают, скажем, давление на бизнес с точки зрения проверяющих органов. То есть, Федеральная инспекция труда ввела эти проверочные листы как раз для такой цели, чтобы уменьшить нагрузку на бизнес с точки зрения проверок. Я так понимаю, и дальше, как говорили, Даша, шакле вашего вправо расстрел на месте, да, прыжок, это провокация. То есть, если инспектор выходит за рамки этого опросника, то ему могут сказать, извини. Это будет признана проверка незаконной, собственно, ее результаты нигде не будут учитываться. То есть, с 1 января начинается новая жизнь уже инспекторского состава, ну, и новая жизнь у работодателей. Так, это реально. То есть, план проверок висит на сайте прокуратуры, который висит на сайте Федеральной инспекции труда, на сайте Госинспекции труда. Там четко прописано, к какому риску относятся предприятия и, соответственно, в какие периоды оно будет проверяться. Ну да, это, опять же, это вот, президента мы уже сегодня вспоминали, это вот не надо кошмарить бизнес, да, вот это из этой серии. Из этой серии, да. Тогда из серии «надо кошмарить бизнес» стало больше оснований для внеплановых проверок, для внеплановых проверок, в том числе, ну, вот как вариант, допустим, доступность рабочих мест для инвалидов. Постановление правительства у нас в конце прошлого года вышло, в соответствии с которым в этом году мы должны больше внимания при проверках уделять рабочим местам для инвалидов. То есть, в этом году более пристально мы будем смотреть... То есть, более четко надо квоты выполнять, более четко для них оборудовать места? Да, да. То есть, те работодатели, у кого по квотам должны быть рабочие места для инвалидов, эти работодатели в основной своей массе, скорее всего, будут попадать под проверки именно на предмет обеспечения таких рабочих мест. Только ли вот эти проверки будут проводить, я имею в виду внеплановые, связанные с инвалидами, или там список есть, и можно ли где-то с ним ознакомиться? Нет, ну, в принципе, внеплановая проверка сама по себе, она говорит о том, что это не списочная, не вне плана. Это у нас и по обращениям граждан, и по различным ЧП, и по письмам из следственных органов, из прокуратуры. То есть, это то, что, ну, скажем, текущая работа. Жалобы поступили, инспектор пошел на проверку. Точно так же по инвалидам определенный список предприятий нам его спустили сверху, сказали, вот по этому списку, вот есть у нас квотированные рабочие места. Давайте посмотрим, что там происходит. Да, посмотрим, именно как по инвалидам выполняются требования законодательства. То есть, там не будет куда-то в сторону уходить инспектор и что-то другое осмотреть, если он придет по проверке именно рабочего места инвалида. Раз уж о квотах заговорили, иностранным работникам в 2018 году, я знаю, снизили квоты. Это только в нашем крае или это по всей стране. Можно ли говорить о том, что у нас просто своих работников становится больше, поэтому в таком количестве иностранцев мы не нуждаемся? Ну, это не только в Краснодарском крае. По Российской Федерации такая тенденция по многим регионам просматривается. Квоты для иностранных работников снижаются. Почему? Ну, два момента. Первое, это высвобождаются у нас, много рабочих мест где-то предприятия сокращают, ликвидируют, новые рабочие места создаются. Собственно говоря, своих работников хватает. Плюс у нас довольно большое количество на сегодняшний день временных переселенцев с того же Донбасса, с восточных регионов Украины. Те, которые у нас живут здесь. Ну, плюс еще программа по возвращению соотечественников. То есть достаточно рабочих мест сейчас создается и наших работников довольно большое количество, которые могут эти рабочие места заниматься. Кстати, а вот подозрения или там определенные жалобы на то, что на предприятии есть не эквотированные иностранные рабочие, это тоже может стать поводом для внеплановой проверки? Ну, это больше будет повод для внеплановой проверки, наверное, для федеральной миграционной службы. То есть есть у нас специальные органы, которые непосредственно этим занимаются. Мы периодически привлекаемся к таким проверкам, но в основном они связаны с тем, что при наших проверках выявляется факт, уведомляется ФМС, ну и, соответственно, потом мы как специалисты привлекаемся. Ну, либо по несчастным случаям на производстве, если несчастный случай с иностранцем произошел, и выясняется, что это, ну, фактически неоформленный работник. А, кстати, часто ли обращаются, ну, может быть, к вам, я не знаю, в большей степени, наверное, к вам, или, может быть, в большей степени в ту же самую миграционную службу, за радиосетениями, как составить вот этот патент получить, да, сколько можно и так далее, или это все-таки... Нет, это больше федеральная миграционная служба и центры занятости, насколько я знаю, вот наш Краснодарский, да, вообще по Краснодарскому краю центры занятости, они этой работой тоже занимаются, у них есть определенный пакет документов, разъяснение они дают работникам, или, точнее, тем гражданам, которые ищут работу, таким образом устроятся на работу, имея патенты, либо как их получить. К приятным теперь вещам произойдем. Не знаю, насколько это изменение в трудовом законодательстве, но, тем не менее, это так или иначе относится к вашему виду. Я имею в виду, утвержден график переноса выходных в связи с праздниками и праздничными днями. Я знаю, что это тоже такая ежегодная процедура, сейчас, я думаю, нам календарик покажут. Вот этот график, это уже все, и никаких изменений в нем не будет, или тоже может что-то произойти? Нет, обычно этот график переноса выходных дней, он правительством утверждается в середине предыдущего года, то есть этот график был давно утвержден, но в силу с 1 января вступил, соответственно, все, что прописано в постановлении, оно все четко регламентировано, и уже не будет сдвигаться ни вправо, ни влево. То есть, и здесь уже, если что-то и будет, то это уже будет такой определенный форс-мажор, и там через постановление правительства, это будут в какие-то измениться какие-то изменения? Я, честно говоря... Я просто никогда с этим не сталкивался, мне кажется, такого не было еще в нашей стране. Не будет, в принципе, я думаю, и в дальнейшем. То есть, это такая плановая работа, которая заранее делается, потому что ведь на основании этого постановления делаются производственные календари, те, которыми пользуются работодатели на весь год вперед. Соответственно, если один раз постановление вышло, на основании этого постановления внесли изменения в эти производственные календари, то все. А, ведь там же получается... Я, честно говоря, я просто думал, при чем здесь календарь, да, и праздничные дни, и инспекция по суду. Ведь получается, что если человек, да, там, выходит, он, казалось, по-то день, получается, ну, там, по календарю, там, середина недели, а если сюда перенесли праздник, то ему должны оплачивать, да, там, несколько по-другому, поэтому за этим тоже приходится следить вам. Конечно, соответственно, это все делается заранее, планово, для того, чтобы, ну, в дальнейшем, если работодателю дали возможность перенести, то в дальнейшем можно было с него что-то и спросить, то, чтобы он заранее к этому подготовился. Так, ну, и еще одно такое серьезное, мне кажется, изменение, оно тоже так или иначе касается денег и выплат. Начали действовать новые правила индексации детских пособий. Все это произошло, опять же, с 1 февраля, по-моему, не с 1 января, а с 1 февраля. Детские пособия проиндексируют на 1,25, по-моему, да, пункта. Я думаю, что мы тоже посмотрим табличку. Это как-то связано с МРОД, или это, опять же, такие плановые индексации? Ну, у нас, получается, в принципе, все пособия их индексируют, вообще должны по закону индексировать ежегодно. То есть это и заработная плата, и различные выплаты. Но, насколько мне известно, это все индексируется, исходя из возможностей бюджета федерального. Соответственно, возможность была, проиндексировали, исходя из того, какая инфляция была. Собственно, индекс ввели, подняли пособия, не на большое количество, но 1,25 – это довольно много на сегодня. Ну, из тех реалий, которые у нас существуют. А вот пособия, которые увеличены, это все, что связано с детьми. И там по порождению ребенка, там единоразовые выплаты, и там ежемесячные какие-то определенные выплаты. И это связано и с детьми, и с детьми-инвалидами. Все, что связано с детьми, оно все проиндексировано получается. Ну, практически, да. Ну, и тогда еще один момент. Я думаю, что с изменениями мы закончили. Я не знаю, насколько, скажем так, уже можно говорить об итогах ушедшего года. Я понимаю, что статистика достаточно большая, то, что касается инспекции по труду. И регион достаточно большой, и количество граждан, и количество трудоспособного населения, и количество предприятий. Я не знаю, свели ли вы уже статистику все в единое или нет, но хотя бы предварительно, по вашим ощущениям. Как мы прожили 2017 год по сравнению с 2016, и по количеству травм на производстве, и по количеству, опять же, тех же самых смертей? Ну, исходя из наших данных, в общем, по количеству травматизма по сравнению с 2016 годом стало чуть-чуть получше. То есть, немного статистика улучшилась. То есть, количество несчастных случаев на 8-10% стало меньше. Но погибших, к сожалению, стало немного больше, чем было в прошлом году. То есть, по 2016 году было меньше. В общей сложности тоже процентов на 5-7 количество погибших увеличилось. Ну, а тогда, опять же, мы с вами говорим об изменениях в законодательстве. Это происходит не первый год. На ваш взгляд, эти изменения меняют ли статистику? Стали ли мы лучше относиться к охране труда? Стали ли мы лучше относиться к нарушениям с теми же невыплатами зарплаты, далее какими-то другими? Здесь ситуация меняется. Сближается работодатель и работник? Ну, наверное, до конца они у нас никогда не сблизятся. То есть, на сегодняшний день... Здесь понятно. В некоторых вопросах работодатели идут навстречу работникам. И вот изменения в законодательстве они это позволяют сделать. В некоторых вопросах, к сожалению, работодатели не хотят слышать ни работников, ни надзорные органы государства. К сожалению, так... Ну, будем надеяться, что эта ситуация тоже будет меняться. В конце концов, капля камень точит. Спасибо большое, что пришли ответить на наш вопрос. Уважаемые телезрители, я еще раз хочу вам напомнить. Мы сегодня говорили, ну, в основном говорили об изменениях в трудовом законодательстве, связанных с 2018 годом. А гостем нашей сегодняшней программы был заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Краснодарском крае Сергей Стопцов. Еще раз большое спасибо. На сегодня это все. Увидимся с вами в следующий раз. Всего доброго. До свидания.